В этом видео рассмотрим две темы. Это Hotkey и дубликат Special . Сначала Hotkey. Лично мне удобно пользоваться теми горячими клавишами, которые назначил я. Возможно, они подойдут и вам. В описании к этому видео есть список этих горячих клавиш. Для начала я поменял местами. Сглаживание на клавишах 1, 2, 3 перенес их на F9, F10, F11. А на клавиши 1, 2, 3 назначил точки и ребра полигона, которые были на F9, F10, F11. F1, F2, F3 и F4 сделан на ортогональный вид. Эти сочетания клавиши взяты из Cinema 4D. В принципе, это не важно, откуда взято. Главное, чтобы было удобно для вас. Как известно, разработчики программы стремятся внести логику в назначение горячих клавиш для того, чтобы проще было запомнить. Логика заключается в том, чтобы название выполняемой команды соответствовало клавиши. Например, Ctrl B это команда Bevel или клавиша P parent и так далее. Я также использовал в некоторых своих хоткеях эту логику. Shift Alt F – Freeze Transform, Shift Alt R – Reset Transform. А некоторые хоткеи сделал близкие по смыслу. Например, Ctrl Shift Z – Insert Edge Loop. Близкие по смыслу с Ctrl Shift X – это команда Multicad. В общем, попробуйте эти хоткеи. Если у вас есть второй монитор, то скопируйте хоткеи из описания этого видео. Вставьте в любой текстовый документ и расположите его на втором мониторе. Так будет удобнее запоминать их. А также используйте этот текстовый документ как памятку и добавляйте туда новые свои хоткеи. В Autodesk Maya, наверное, самая удобная система назначения горячих клавиш. Знаю, наверное, с десяток всевозможных 3D-программ, но Maya это нечто. Назначить горячие клавиши в ней очень просто. Открываем окно Hotkey Editor. Внизу есть выпадающее меню, которое ищет нужную ноду команды по названию или по сочетанию клавиши. Если вы хотите переназначить клавиши, как в моем случае сглаживание, которое находится на 1, 2, 3, перенести на F9, F10, F11, то вам сначала надо узнать название нодов этих команд, дабы не запутаться. Когда вы перезапишите, например, сглаживание, сотрутся команды F9, F10, F11 и наоборот. Чтобы назначить свое сочетание клавиш, просто кликайте по нужной команде и вводите сочетание клавиш. Если команда занята, то вам предложат выбор. YES, это перезапишет команду, NO отменит перезапись. А удобство назначения команд заключается в том, что при наборе новой комбинации клавиш, вы видите клавиатуру, на которой занятые клавиши выделены светлым, а не занятые темным и это очень удобно. Теперь рассмотрим команду, ну или ноду, как вам будет удобней, под названием Дубликат Спешл. Но сначала небольшое предисловие. На территории России много пионерлагерей, которые действуют до сих пор, а также еще больше подобных заброшенных пионерлагерей. Я нашел в сети один такой заброшенный пионерлагерь. Называется он горный воздух. Не путать с другими, так как это название очень распространено. И этот горный воздух находится в районе Магнитогорска. Для практики моделирования объектов я воссоздаю архитектуру этого пионерлагеря. Гораздо интересней и увлекательней практиковаться в моделировании и не только, когда у вас есть цель. Я сделал беседку и сейчас надо вставить перемычки в перилах. Для этого и будем использовать Дубликат Спешл. Для удобства я не использую сам пивот для перемещения объектов, а просто кликаю по нужному направлению пивота и перемещаю объекты с помощью средней клавиши мыши. Для лучшего визуального восприятия я включил затенение на объектах. Это помогает лучше ориентироваться. Итак, один сегмент перил готов. Теперь нам надо сдублировать его на остальные стороны. Сбросим его координаты с помощью Freeze Transform. Сделаем один дубликат, чтобы прикинуть, на какие координаты надо переместить. Получилось смещение по осям X и Z. Вставляем нужные нам координаты в Дубликат Спешл и задаем нужное количество дубликатов. Не забудьте выделить объект, который надо продублировать. Если копий мало, то выделите последний дубликат и назначите необходимое количество копий. Чтобы не повторять данное действие со следующими сторонами беседки, объедините эти перила с помощью команды Combine или просто сгруппируйте их. Далее с помощью команды Reset Transform передвинем пивот в нулевые мировые координаты. Теперь можно откорректировать положение этих досок. Поставьте их более ровнее, если это необходимо. Не забывайте о команде Freeze Transform после правки координат. Далее делаем знакомые нам действия, только уже с готовыми сегментами перил. Создаем дубликат, сдвигаем его и узнаем угол поворота. Копируем и вставляем это значение в Дубликат Спешл в окно Rotate. Надо 5 копий, это с учетом входа в беседку и уже сделанных дубликатов. Вот и сегменты для перил беседки готовы. Не забывайте объединять схожие по смыслу объекты сцены, чтобы не было бардака в аутлайнере. Ну и напоследок сделаем наконечник на крыше с помощью нурпс моделирования. Создаем с помощью CV Curve Spline, который будет служить нам формой. Далее с помощью ноду Revolve получаем объект, который можно редактировать, изменяя вертекс сделанного сплайна. Теперь конвертируем нурпс поверхности в полигональный объект. Ставим его на крышу. Субтитры делал DimaTorzok После создания этого объекта я заметил, что он немного отличается от оригинала. Чтобы исправить это, воспользуемся командой Extrude. Дабл клик по ребрам выделяет лук ребер. Это замкнутый круг ребер. Ну вот, беседка почти готова для ретопологии, текстурирования и детализации. По мере создания этого пионер лагеря буду делать подобные видео для тех, кто пользуется этим 3D редактором Autodesk Maya. На этом все. До новых встреч! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok